Электровоз Всем привет, дорогие друзья! Известно, что на нашем канале уважают старомодные локомотивы, но в этот раз мы подивимся на электровоз, который не любил людей, по крайней мере в первые годы своей эксплуатации. Снять данный фильм нас вдохновила заметка в газете «Гудок» от января 2017 года под оптимистичным названием «Первой переменной». Зато подзаголовок был сродним месседжем от РЕН-ТВ. «Из тех, кто осваивал электровозы переменного тока, остался в живых всего один машинист». Ау, щит! Знакомьтесь, НО. Он же ВЛ-61. Он же ВЛ-61Д. Он же электровоз, похожий на ВЛ-23. Часовая мощность 2550 кВт, сила тяги часового режима 23,5 тонна силы, конструкционная скорость 85 км в час. Выглядит брутально. Но почему он так не любил локомотивные бригады? Обратимся к исторической справке. Советский Союз с конца 50-х стал массово осваивать новые прогрессивные виды тяги, в том числе электровозы. Соответственно, постоянно наращивались темпы электрификации железных дорог, правда, постоянным током. При этом грамотные парни уже видели серьезные недостатки у принятой еще в начале 30-х годов системы электроснабжения постоянным током. И впереди железной дороги на переменный ток экономический эффект был бы просто потрясающим. Смотрите сами. Контактные провода можно делать с меньшим сечением, дальше друг от друга размещать тяги и подстанции, которые, к тому же, конструктивно сильно упростятся. Существенной экономии можно будет достичь при передаче переменного тока на большие расстояния, достигая при этом большей автоматизации. Много бонусов будет иметь и сам электровоз переменного тока по отношению к постояннику. Из кузова можно будет выкинуть громоздкие пусковые резисторы и прочую ставшую ненужную приблуду. Отделение цепей тяговых двигателей от контажки с помощью трансформатора и выпрямительной установки позволит увеличить мощность ТЭД до 25% и лучше защитить их от перенапряжения в контактной сети. В общем, не жизнь, а сказка. Дело за малым – запереть участок на переменке и создать требуемый электровоз. Для исторической достоверности отметим, что СССР в 1938 году уже построил один электровоз переменного тока ОР-22, но эта машина заслуживает отдельного рассказа. Так вот, в те же 50-е, 137-километровый участок ожерелье Павелец нынешней московской дороги был электрифицирован переменным током, а новочеркасскому заводу поручили спроектировать и начать выпускать суперэлектровозы. Нужно было спешить, поэтому тележки, тягуэлектродвигатели и токоприемники решили приспособить от уже выпускавшегося ВЛ-22М. Но кузов проектировался заново, причем, что интересно, параллельно с кузовами будущих ВЛ-8 и ВЛ-23. Поэтому он так и похож на 23-й, хотя последний выглядит все же элегантнее. Интересным также является наличие 33-х позиций контроллера, из которых 1-е, 5-е, 9-е, 13-е, 17-е, 21-е, 25-е, 29-е и 33-е были ходовыми. Блин, в точности, как на ВЛ-60 и ВЛ-80. Вот где собака порылась. Но в отличие от 80-а, у НО поначалу был предусмотрен хронометрический пуск, при котором набор до 33-й позиции происходил автоматом за ранее выбранное время, от 30 секунд до 5 минут. Потом эту фичу убрали и на последующие серии ВЛ больше не ставили. И теперь самое главное. Вы приметили. В качестве оных было решено использовать и гнетроны. Что это такое? Вот. Такая большая металлическая колба. И в ней горит электрическая дуга, катодом которой служит металлическое зеркало, залитое в колбу ртути. Да, друзья, ртуть. И знаете, сколько ее было в одном и гнетроне? 16 килограмм. А теперь умножим на количество самих гнетронов. 8. Получается 128 килограмм крайне токсичного металла. Просто чума. Как назло, те выпрямители были плохо приспособлены для работы на электровозе при постоянной тряске. Машинисты отмечали, что пол шкафов с гнетронами был постоянно усеян отваливающимися гайками и шайбами. До кучи эти адские девайсы имели жидкостное охлаждение, летом водой, а зимой антифризом. Понятно, что работала такая музыка ненадежно. Отказы и прогары, обратные зажигания, потери вакуума, неисправности поджигателей и разрушение изоляторов анодного ввода заканчивались тем, что колба просто лопалась, заливая ртутью пол машинного отделения. Но едва ли кто тогда понимал, сколь опасны пары ртути. Как рассказывали машинисты, читаем гудок, они просто сметали веником носовок и в ведро блестящие шарики, а потом выливали в окно на перегоне под откос. И только когда преждевременно стали уходить из жизни локомотивщики, работавшие на этих электровозах, стало понятно, что опасность где-то рядом. Друзья, прямо сейчас у нас с вами имеется уникальная возможность подивиться на этот электровоз изнутри. Разумеется, вся ртуть там давным-давно испарилась, опасности уже нет, а сами ценные кадры нам любезно предоставил подписчик Андрей, за что ему огромное спасибо. Разумеется, мы оставим ссылку на его канал в описании. Посмотрите, там имеется много реально эксклюзивного ретро-контента. Итак, ТАРАМ! Просто потрясающе видеть столь уникальную раритетную машину внутри. Жаль, что она достроенная, но ладно, хоть так сохранили. Давайте пока мы процитируем фрагмент той заметки с гудка, где описывается первый рейс новых электровозов НО-001 и НО-002. Первый декабрьский рейс 1955 года проходил так. Выставили на путь небольшой состав, несколько контрольных вагонов, турной и динамометрический вагон, а впереди два электровоза и паровоз. Машинист головного электровоза дал сигнал отправления, но как только поехали, сразу защелкали аппарат и замигали контрольные лампы, схема разобралась. Машинист дал сигнал второму электровозу начать подталкивание, но как только я набрал несколько позиций, говорит второй машинист, и у меня та же история. Теперь уже я сигналю на паровоз начать подталкивание. Так с толкачом на паровозе и доехали, но все равно руки не отпускали, находили выход из любой ситуации. Да, многие электрические аппараты узнаваемы, перекочевали на ВЛ-60, а затем и ВЛ-80, например, групповые переключатели или резисторы. Заметьте, какие большие боковые окна, да и сами коридоры широкие. Это правильно. А вот и кабина нашего героя. ЭПКУ помогало и рядом какой-то шкафчик. Приборы помощника, скорее всего, манометр цепи управления и вольтметр батареи. Опять-таки, штурвал ручного тормоза. Локомотивный светофор по-любому не родной. Старинные были гораздо крупнее. Тудери тумба контроллера. Да, это жестко. Кстати, контроллер первоначально имел только одну рукоятку, а не две. Ну и, собственно, рабочее место машиниста. В принципе, та же архитектура пульта была у ВЛ-8 и ВЛ-23, что неудивительно. Прообраз сигнального табло. Маловато лампочек. Кран машиниста, к сожалению, демонтирован. Зато кнопочный пост в наличии. Вот для чего столько тумблеров? Кто-нибудь знает? Напишите ваше предположение, пожалуйста. Хочется навести тут порядок. Просто взять веник, промести, протереть всю пыль, аккуратно покрасить то, что осталось, оживить хотя бы цепи освещения, что-то восстановить. Вот было бы здорово. Друзья мои, Всего НЭПС построил 12 таких электровозов. Первые два в 54-м году, а последние пять в 57-м. Все машины были направлены на опытный участок ожерелья Павелец, уже упоминаемый нами. В январе 63-го года, после известных событий 62-го, все электровозы были переименованы в ВЛ-61. А в период 64-65-х годов эти локомотивы переоборудовали силами запорожского электровоза ремонтного завода в электровозы двойного питания, после чего к серии был добавлен индекс D. И, кстати, в то же время, в связи с освоением полупроводников, все огнетроны были заменены на прекрасные кремниевые выпрямительные установки, которые здоровью локомотивщиков не наносили никакого вреда. После апгрейда всех пациентов передали в депо Минеральные воды Северокавказской дороги, где они вполне устойчиво трудились на участке Минеральной воды Кисловодск, как с пассажирскими, так и с грузовыми поездами. Причем с грузилами зачастую в одной из плотки с ВЛ-19, редчайший случай. Ну и к началу 80-х ВЛ-61Д вывели из эксплуатации, заменив на более мощный ВЛ-82. Джентльмен может спросить, а что же дальше? А дальше довольно редкое по своей правильности решение оставить два электровоза ВЛ-61Д для истории. Повезло машинам с номерами 005 и 012. ВЛ-61Д-005 был передан в депо ожерелье в начале 80-х и установлен на постамент. Зачем-то номер был перебит на 001, видимо для крутости, ущерб исторической достоверности. Но действительно, на первых четырех машинах присутствовали дополнительные гофры на стенках кабины, по типу, как на ВЛ-23001. А с пятого номера их уж там повы перестали. Чтоб совсем уж грустно-то не было, заменили и серию с ВЛ-61Д на первоначальную ХНО, но в Черкасске однофазной. Ну, хоть в зеленый покрасили. Судьба второго электровоза, который засевили, ВЛ-61Д-012, еще интереснее. Во-первых, он единственный из всей серии был оборудован рекуперативным тормозом, впоследствии, правда, снятым. А после списания ЛОК передали в депоту АПСЕ для использования в качестве тренажера электровозов ВЛ-8. Которые катались в те годы на Черноморском побережье Кавказа и имели сходную кабину и пульт управления. По какой-то ляд с исторической машины были сняты буферные фонари и номерная табличка, вместо которой приделали вот такую надпись тренажер ВЛ-8. А когда ВЛ-8 в депоту АПСЕ перестали эксплуатировать, то и надобность тренажере отпала. В 2003 году электровоз был снаружи отреставрирован и перекрашен в ярко-синий цвет, после чего передан в Ростовский музей, где и красуется по настоящее время. Примерно так. Как мы уже убедились, джентльмены, рассматриваемые локомотивы получились весьма неоднозначными. Один персонаж даже высказался. Он машина, он убийца, он всех помил! Но надо понимать, что в 50-х переменный ток только начинал пробивать себе дорогу в железнодорожном транспорте, и Советский Союз был в числе лидеров в данной области. Локомотивщики, которые осваивали новую технику, по нашему мнению, самые настоящие герои. А опытная партия ВЛ-61Д стала базой для создания первого крупносерийного переменника ВЛ-60 на долгие годы ставшего основным грузовым электровозом многих дорог. В этой связи довольно странно, что в мире моделей ВЛ-60 встречается крайне редко. И тем более непросто найти действительно похожую на оригинал модель. Хотя широко известная компания Евротрейн анонсировала данную машину. Посмотрите, какая красота! Без преувеличения, это, пожалуй, лучшая 60-ка, которую мы имели возможность наблюдать. Самые главные – достоверные пропорции модели. Оцените, какая детализация! Хоть кузов, хоть тележки, а крышевое оборудование – потрясающе! Даже изоляторы токоприемника правильно сделаны. Грамотно окрашенный электровоз станет маленьким шедевром в мире моделизма. Такой вот уровень у компании Евротрейн – единственный в России, который сумел объединить под одним брендом и сеть магазинов для моделистов, и макетную студию, и производство по спецзаказу железнодорожных и сувенирных масштабных моделей. Очень хочется, чтобы ВЭЛ-60 поскорее был запущен Евротрейном в серийные производства. Но если 60-ка пока еще в работе, то такие модели локомотивов, как ВЭЛ-19 или ЧМА-3, приобрести можно совершенно свободно. Достаточно заглянуть на сайт компании. Мы убеждены, что качеством изготовления эти машины соответствуют уважаемым зарубежным аналогам. Например, ЧМУХА – модель самого массового маневрового тепловоза в СССР. Отличная машина. Почему отличная? Во-первых, металлическая рама. Пластиковый кузов с высочайшей детализацией. Поручни из полиамида не сломаются. Правильный и безупречный окрас. Во-вторых, внешнее и внутреннее освещение. Возможность установки цифрового и звукового декодеров. Привод с двумя маховиками на четыре оси. А вторая – пятые колесные пары с возможностью вертикальных колебаний. Это делает прохождение неровностей почти безупречным. И в-третьих, дополнительные опции в виде бонусного пакетика со сцепками СА-3, звездой и концевыми рукавами. Очень качественный токосъем с металлическими колесными парами. Кроме этого, компания Евротрейн дает гарантию целый год на любой ЧМО-3, купленный у них. А вишней на торте Тартовича является то, что спецы Евротрейна выпускают аж 4 разновидности тепловоза. Просто шикарно! ВЭЛ-19 – это вообще сказка. Действующая модель, собранная из 296 деталей. Имея вес почти полкило, на тесте электровоз легко тянул за собой 24 четырехосных пассажирских вагона. Токосъем выполнен на всех шести осях. Интерьер в кабине. Поручни из полиамида. Достоверные накладные таблички, выполненные методом фототравления. Ну а ходовые свойства агрегата выше всяких похвал. Небыстрый, очень плавный и почти бесшумный ход. Так же, как и для чмухи, в комплекте с ВЭЛ-19 идет некий зип, куда уложены всякие штучки, например, дополнительные трубы для тормозного цилиндра. Если хочется, просто держать модель на стенде. Посмотреть и заказать эту красоту можно на сайте самой компании Евротрейн. Ссылка в описании под видео. Кроме этого, имеются прекрасные магазины в Москве, у станции метро Трубная и Маяковская, а также в Питере, метротехнологический институт. Проходите по ссылке, выбирайте и заказывайте понравившиеся модели. А еще у Евротрейна есть своя группа в ВК. Друзья мои, наш ролик почти завершен, и мы хотели бы у вас спросить, согласны ли вы с тем, что машинисты, работавшие на ртутных электровозах, по сути свои герои, или вы полагаете, что нет, поскольку они в те времена не знали, какой опасности подвергали себя. Напишите, пожалуйста, в комментах. А также заходите на наши стримы, подписывайтесь на группу ВВК и Инстаграм. Не забудьте оценить этот фильм и подписаться на сам канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до новых видео!